Жители одного из домов по улице Кузнецкая устали от нерадивых соседей. Жуткий запах, лай собак, тараканы. Встретить в подъезде бомжа или нетрезвого человека, который пришел в гости – обычное дело, рассказывают междуреченцы. К тому же в квартире проживает инвалид. Вместо того, чтобы обеспечить ему уход, родственники пьют и превращают жизнь соседей в кошмар. Кто остановит беспорядок? Жители этого подъезда обращались в разные службы, дошли до губернатора. В притон для бомжей и собак превратилась двухкомнатная квартира в этом доме по Кузнецкой. Соседи устали. Призывать хозяев жилья к совести не получается. Они ведут асоциальный образ жизни. Инвалид Анатолий находится в истощенном состоянии. Его родственники – сожители в вечном пьяном угаре. Междуреченцы достучались до губернатора. Проблема в том, что у нас жильцы имеются, которые пьют. От них исходит неприятный запах. Тараканы ползут. У меня маленький ребенок, я не хочу, чтобы он этим дышал. Там живет инвалид Анатолий, который истощен. Вчера мы увидели, это просто страсть. Вонище невозможное. Там, я не знаю, у них унитаза, говорят, нет? Я там не была. Нет, есть унитаз. Есть унитаз, но это ужасно. Вы знаете, действительно в туалете и то лучше пахнет в общественном, чем вот здесь у нас в подъезде. Нам поступил звонок из приемной губернатора, что проживает инвалид. С ним живут родственники, которые не осуществляют за ним уход. Мы приехали на данный адрес. Дверь нам открыли родственники, находящиеся в алкогольном опьянении. Начали нам препятствовать доступ в квартиру. Соседи вызвали полицию. Родственники, это сестра инвалида и ее сын, не прописаны в этой квартире. Но как пояснили нам работники полиции, что выгнать они их не могут. Наноинвалид Анатолий, он в истощенном состоянии, потому что должного ухода за ним вообще не осуществляют. Его не кормят. Он питается с мусорных баков. Пенсию он получает, пенсию у него забирают. Вот сейчас мы решаем вопрос о госпитализации его обследования, то есть привести человека в нормальное состояние. По словам сотрудников Центра соцобслуживания населения, сейчас здоровью Анатолия ничего не угрожает. Его осматривал доктор. Под контроль взяли и нерадивых родственников. Продукт и порядок в квартире следят и за этим. По вечерам в квартиру Анатолия приходит соцработник. Остается только надеяться, что так будет всегда. Анастасия Рудакова, Сергей Еремин. Новости Мой. Междуреченск. Удачи!